Подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, доставили на место предполагаемого преступления для проведения следственного эксперимента. В аэропорт Куала-Лумпура женщин привели в сопровождении 20 вооруженных полицейских. Посещение места преступления является широко распространенной практикой в малайзийских судах. Так следствие может получить более четкую картину произошедшего. Десятки серьезно вооруженных полицейских и десятки видеокамер. В таком сопровождении две подозреваемые прибыли в аэропорт Куала-Лумпура. Эта процессия явно напугала путешественников и предсказуемо вызвала ажиотаж в здании. Женщины надели в бронежилеты и усадили в кресло-коляске для их же безопасности. Ведь они не просто обвиняемые, но и главные ниточки к заказчикам этого убийства. Подобным образом в Малайзии часто проводят открытые судебные заседания. На них подозреваемых сопровождает не только охрана, но и юристы. Девушки чувствуют себя не очень хорошо, и в том числе поэтому мы попросили предоставить им коляски. Так им будет немного удобнее и нам более спокойно. Судьи, юристы и подозреваемые посетили несколько мест в терминале, кафе, где одна из девушек встречалась с корейским мужчином, вероятно причастным к нападению. Само место нападения – в ванную комнату, где подозреваемые мыли руки после предполагаемого убийства, и клинику, куда впоследствии доставили Ким Сен-Нама. Сегодня у нас чисто техническая задача. Мы пришли, чтобы осмотреть место предполагаемого преступления и убедиться, что все стороны дела одинаково видят картину произошедшего и согласны с ранее описанным маршрутом передвижения подозреваемых. Если раньше мы собирали данные по записям камер видеонаблюдения, то сегодня у нас впервые есть возможность получить информацию из первых уст. Мы сможем уточнить все подробности прямо на месте, и это поможет нам более ясно увидеть картину того дня. Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоле скончался в аэропорту Куала-Лумбура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества, запрещенного по Международной конвенции о химическом оружии. Республика Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Позднее это было подтверждено экспертизой. По горячим следам малазийская полиция задержала несколько человек. Среди них и предполагаемые исполнители. Две женщины – вьетнамка 28 лет и индонезийка 25 лет. Сами девушки свою вину отрицают. Говорят, что не имеют никакого понятия о подготовке убийства и что их наняли для участия в обычном юмористическом телешоу со скрытыми камерами. Ян Гуан, CGTN